дела? Ну, я же говорю, все прекрасно. У меня вечер, как оказалось, хорошего настроения, благодаря вот таким играм просто смотришь и вот... Вау! Вау! Да, ребят, ну а тем, кто нас будет смотреть на ютюбе, мы всех еще раз, ребят, приветствуем, добро пожаловать! И у нас сегодня противостояние команд Польши и России. Это сильнейшие команды, сильнейшие составы и я хочу сказать, даже команда... Вот сейчас мы увидим следующего игрока, мы посмотрим, как он играет. Сейчас будет интрига, ребята. В общем, никуда не переключайтесь, потому что сейчас будет интереснейший матч. Но я напоминаю, ребят, про нашу систему, вот про эту. Мы собираем призовой фонд не только с наших денег, но и с ваших. В общем, у нас общий призовой фонд, то есть мы собираем с англоязычного стрима, с нашего и эти деньги у нас идут в призовой фонд. Конечно, это не мешает вам нас поблагодарить за сегодняшнюю трансляцию, написать, допустим, это вот Элайзу. Элайз сегодня лучше комментирует, чем Маза. Маза халтурит. Никаких сегодня печенек печенек Мазе. Пусть сегодня Элайз ходит поезд в суши. Ну, либо наоборот. Либо просто добавите в призовой фонд. Совсем скоро я изменю здесь все вот этот экран. Здесь будет прогресс, потому что нам нужно будет собрать денег на следующую лигу. То есть следующая лига должна у нас будет стартовать, я где-то ориентируюсь уже на октябрь, ноябрь. Как раз уже, когда вы научитесь играть этими, как они, мать их, как они нас зовут-то эти? Британцы. Вот. И мы увидим у нас уже лигу героев с британцами, но, ребята, мы вас просто уничтожим, потому что у нас в голове такие правила. Это будет самый, наверное, жесткий киберспорт, будет самые сложные правила. И мы хотим прямо, вот знаете, вот такое шоу, чтобы из людей прям все самые соки выдавить, чтобы просто вы увидели такой кох, вы его просто чтобы нигде не видели. Такие сложные правила, чтобы люди из себя прямо из мозгов все выдавливали, чтобы они прям их бомбило, чтобы они писали, да пошло все к такой-то ядрене фене. Скидывай все мази на сахар для чая. Спасибо большое. Чебурек, да. Обращу внимание, что пью я пол-литровую кружку чая. На нее много сахара уходит. Запасно. Скажи, пожалуйста, вот после просмотров вот таких матчев у тебя бывает такое, что вот хочу в кох, все надо запустить, сам играть, срочно. А у меня после каждого Company of Heroes стрима такой, я просто заходил сегодня с утра и проиграл, потому что у меня... У тебя, наверное, тоже такое есть, да? У меня постоянно. Я захожу и думаю, господи, да почему я так не могу, Рагоди? Слушай, да, какого... Валера, какого мы не можем так играть? Ну что, ребят, вторая игра. Я вам представляю игроков Turbo Squale Barton против Магиканина Дезмона. Команда YVD у нас играет за союзников, команда Польши играет за немцев. Я так понимаю, просто договорились капитаны, что так им будет... Ну, наверное, я так понимаю, им так будет удобнее. Им так будет удобнее. У меня минута 15, 16, 17. Лайс, догоняй. Догоняй. И напоминаю, что первый матч 2 на 2 у нас выиграла команда Польша может в космос. Ну, а команда YVD у нас... Ну, не выиграла. Не выиграла. Хотя старалась. Она была очень близка и, в принципе, там игра была на уровне. Просто вот у них уровень практически одинаковый игры был. Просто немного не повезло. Мелкие-мелкие ошибки были, но на уровне. Да, пишет. Так, еще раз, давай по таймингам. У тебя время. А какая фракция основная у стримеров? Я играю за оберкоманду Веста, моя любимая фракция. Аля за Советский Союз, ребята. Вот такие мы, такие мы, ребята, разные, с Лайзом. Но все-таки мы сейчас вместе. И смотрим интереснейший матч противостояния поляков за немцев. И, соответственно, команда YVD играет у нас за Советский Союз. Причем оба игрока у нас, команда YVD играет за Советский Союз. Обратите внимание, что выбрали у нас игрок Турбосквелл. Выбрал все-таки у нас Вермахт. Вот. Играет у нас за Вермахт. Ой, извините, не туда показываю. Да, вот у нас Вермахт в Т1. Здесь все нормально. Ну и посмотрим по технологиям, какие выбрал Бартон у нас технологии. Никаких пока технологий не выбрал. Просто разведают. И у нас борьба, ребята, внизу. Внизу стараются немцы у нас. Стараются. Пожалуйста, я тебя спросил, ты не ответил. Время у тебя сколько? Давай 3-0-0, 3-0-1, 3-0-2, 3-0-3. Я жду, у меня я чуть-чуть перекрылся. 5, 6, 7, 8. Отлично. Ну что, ребята, продолжаем, продолжаем смотреть интереснейший матч. Я еще раз проверю, ребят, с вашего позволения. Да, запись идет, все идет, все отлично. Я останавливаюсь, запуская запись, ребят, для того, чтобы у нас... Ну, мне потом просто на YouTube легче выкладывать. Вот, иначе, если полностью, ну, то есть стрим, потом приходится пилить, и это реально геморрой. Это нужно, этот самый, ну, вы поняли, ждать, пока программа там все нарежет, порежет. Так, а тем временем, советы вышли опять с снайперов. Причем с снайпера 2, второй заказан уже. И также есть бронеавтомобиль М3, то есть второй его напарник пошел в Т2, то есть он союзник, у него есть миномет, уже есть пулемет и есть пехота. Посмотрим, как в этот раз зайдет. А немцы построили госпиталь уже довольно, кстати, на передовой. Неплохое место выбрали такое. И вроде и не дома, и вроде и на передовой. Да. А второй Т2, Т2, но Максик гренадеров. Дезмон с Магиканином показывали уже неплохой скилл за Советский Союз. Дезмон у нас пошел в Т1. Магиканин у нас играет через Т2, то есть такая вот классическая, можно сказать, один в оборону, другой в поддержку. Потому что снайперы, на самом деле, это оружие обороны. Вот если кто не знает, по крайней мере, на этой карте вот лично я использую вообще и Т1, и Т2 сразу. Вот у меня за Советский Союз любимый билд играет сразу за 2, потому что я здесь играю исключительно от обороны. То есть у меня снайперы сидят в обороне, и я вот именно такой оборонительным составом просто беру там два фланга, центр и правую часть, и держу. То есть у меня как бы вот так хватает. Что покажут здесь ребята у нас за команду ВайВидай, посмотрим. В данный момент у нас два снайпера заказал Тезмон, обращу ваше внимание. И обрати внимание, какого генерала он выбрал. Мы увидим много-много гренадеров. Выбрал у нас... Гвардейцев, гвардейцев, прошу прощения. А, да, а то я действительно гвардейцев. Откуда уже, да, уже... Ну, перебежчики, перебежчики были гренадеры, стали гвардейцы, ребят. Вот так вот мы вышли из этой ситуации. А здесь прессинг, Максим, гренадеры, штурмпионеры. И вот, смотри, фокус именно по инженерам почему-то, хотя нужно, естественно, очевидно, что по Максиму стрелять. И здесь какая хорошая подсольная граната. Теряется один отряд у нас инженеров. В опасности у нас находится отряд Максима и отряд новобранцев. И еще Максим будет потерян у нас. Вероятно, уйдет, не уйдет. А здесь опасно, да, потеряется отряд Максима. А здесь еще МГ-42 у нас прижимает лобранцев, заезжает М3. Не пробили, не пробили панцерфаустом М3. Очень-очень хорошо играет у нас Бартман и Турбосквелл. Игроки очень равные в скилле. Ну и пока немцы переигрывают чуть-чуть. И, честно, я даже удивлен слегка, что... Ух! Я билет 2 слов. 2-2-2! Посмотри, как одной гранатом, как накрыло здесь расчет МГ-42 и 2-2-2. Отогнала она М3. Это определенная контра. Потерян миномет, да. Кеп на месте немцев сразу бы вот такие вот штуки. Забрал, убежал, доволен. А он просто отступил. Ой-ой-ой, у меня 6-35, 36, 37, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Отлично, да. Не забрали миномет. Не забрали пока. Можно его пока забрать. Даже гвардейцами подобрал. Я считаю, это правильное решение. Не надо... Ну, лучше забрать пополнить. А пусть у тебя будет два покоцанных отряда, чем один целый даже. Ну, конечно. Лимит нельзя сливать на... Более начало игры. Да. Ну что, 2-2-2 выдали у нас 20-миллиметровую. Ещё у нас пришло... Ещё один донат пришёл у нас. Отлично, спасибо. Мы его потом обязательно укажем. И, ребята, 326 на 500. Союзники каким-то образом вообще ни одного очка себе не заработали в этой игре. И немцы у нас довольно-таки шикарно давят. 317 на 500. Бартон и Турбосквел показывают шикарный скилл. То есть, очень-очень такой бодрый. И 2 на 2 команда Польша может в космос гораздо сильнее состава Вайви Дай. То есть, российская команда... Тяжело ей, тяжело бороться. Как хорошо. Немцы атакуют. Ох, вот это выстрел миномёта! Господи, он за один выстрел убил человек 6. Сколько? Сколько килов? 7. 7 килов у него. Я думаю, это как раз именно за один этот выстрел было. Вот вам, ребята, подобрали гвардейцами, не поленились миномёт. И первым же выстрелами это нереально окупилось. Слушай, да, действительно. Я в это время видел, как гранаты запрасывали. Здесь 2-2 против гвардейцев и на М3. И посмотри, как им... Нужно, это одна и вторая. Просто как они размеряются на том, как здесь инженеры вермахта в опасной ситуации. Гвардейцы идут на центре против двух отрядов немецких. На выбраться внизу есть поддержатель. Ребята, для тех, кто не знает, у товарищей гвардейцев в руках ПТРС противотанковые хреновинки, которые очень неплохо коцают технику. И у них очень неплохие гранаты. То есть, не коктейли Молотова, а гранаты. Потерян 3. Сбоку мы не заметили. Я просмотрели, гранадеры зашли и дозабрали эту М3, которую чинить пытались. Но сейчас они могут поплатиться. У нас не так хорош еще отряд гранатеров. Навесло, что выпал этот пулемет. Сейчас хотя бы потери по патронов такой не будет. Этот пулемет будет подняли, и он опять в бой пойдет. Ну, почему-то не взяли еще ни одной звездочки советы, хотя вот снизу могли были бы. Слушайте, ребят, ну просто невероятно. 239, 236 уже сбрасывают поляки у нас команду Вай Ви Дай. И на самом деле очень все плохо. Сейчас наконец-то берут одну Вик 3 Пойнтс у нас команда Вай Ви Дай. Магиканин занимает. Ну и это еще не конец. Хорошо, хорошо снайперы работают. Йо-йо, здесь снайперы сейчас провожают на фолькс-гренадеров, и здесь можно подбомбить. Нет, 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 нет. Промазывают. А снизу прям блоб немецкой пехоты идет. Фолькс-гренадеры, два тряда фолькс-гренадеров и одни лопаты сейчас расскажут. А на первоопасности здесь надо отвезти назад. Советский блоб немаленький. Тоже немаленький, есть кому встретить. Давайте посмотрим по технологиям. Технологий пока никаких нет у Бартона. Пошли Т3 технологии. Дуба-сквел построил другого. Сковородочку почти достроил. А, у нас есть Т3 у Бартона. Причем выбор странный, именно сковородка. Хотя там гвардейцев спамят. Возможно, в Ульфрамен было бы получше. Ой, хороший, 2-2-2-2 у нас подчикали чуть-чуть у нас гвардейцы. Не чуть-чуть, а полностью аннигилирование. Новобранцев с двумя ветеранствами добивает расчет МГ-42. Бартон шикарен. Бартон шикарен. Бартон берет еще одну, третью Виктори Пойнтс. 200 очков становится у команды Вай Ви Дай. И Вай Ви Дай нужно срочно выходить у нас на позиции. Иначе просто по очкам проиграет эта команда. Гринадер у нас хорошо занимает зеленку. Максим подавляется на пера. Работаем. Вот видите, как все правильно сейчас сделал Бартон. То есть он не стал ждать, пока их снаператом нащелкают. Просто спокойно отступил. Просчитал. А вот здесь смотри, как три отряда гринадеров у нас идет на позиции. Спокойно. Вы все поняли, что союзники держатся вместе, нападают вместе. Они решили тоже скооперироваться. Замечу, что наверху ни одного отряда вражеского нету. Немецкого. Не вражеского, немецкого. То есть все, все, вся армия сконцентрирована снизу. Что у одной, что у второй команды. Ой-ой-ой. А здесь 172 очка уже остается у команды Вай Ви Дай. Нужно срочно делать. Гвардейцы на центре. Есть. Один снайпер почти потерян. Ой-ой-ой-ой. Неужели... Потерян. Одинок собрали. 11, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54. Хорош здесь. Второй еще снайпер есть в запасе. Ничего страшного, ребята. Просто сильно ошибается с команды Вай Ви Дай. 2 на 2 Барта на турбосквел явно здесь посильнее, чем команды Вай Ви Дай. Но посмотрим, может быть еще и камбэк будет. 120-й миномет на передовой появился. Да, 120-й. Прямо на центре. Дубасит, дубасит. Господи, зато у товарища Бартона 61 лимит. Все юниты полные. Ну вот кроме этого, конечно, пулемета, который, кстати, отступил. У него просто прекрасно все с армией. Ну еще и по ветеранству у него все хорошо. То есть Бартон контролирует свои войска. Фух, ребят, ну здорово, здорово. Очень-очень приятно наблюдать такую игру. Ну, советы начали ходить по флангам, так сказать, пытаться захватывать точки. У них это получается. Звездочку хотя бы одну держат, тоже хорошо. И вторую захватывают. Потихонечку, потихонечку вот так расшатают. Я думаю, что сейчас могут отбиться они еще. Могут еще переломить в свою сторону. Хотя, если честно, такое начало, когда не ты заставляешь немцев наламываться на твоей точке, а немцы заставляют тебя атаковать. Это немного не в пользу Советского Союза. Ну, союзников. Ну да, действительно, сейчас немцев такое хорошее преимущество по позиции. Да, наконец-то, наверх у нас каким-то образом выходит Магиканин, но очень много партнеров здесь. Да, очень много. Ну, если честно, какой-то задумки на игру мы здесь не увидели от команды Вайвидай. То есть, ну, задумки-то понятно, но тут что-то, да, реализация подкачала. Есть у нас Панзер-4, много гренадеров, все спокойно потихонечку отступаем. Ну и, о, просто как хорошо залетела здесь граната от Безмана. Да, и посмотрим, ребята. Я надеюсь, снайперы смогут. Да, будем надеяться, что действительно снайперы смогут. А здесь опасно, гренадеров можно добить. Нет, два снайпера промахиваются. ДП-28 выдал он некоторым отрядам. Так, самолет. Саливка. Нет, штука пролетела. Страх отступили, молодцы. Ну, как снайперы здесь воюют. И одних отогнали, и вторых отогнали. Еще и 120-й работает. Я пошел у одного снайпера. У второго, который был потерян, было, по-моему, 11. Я успел тогда прокликивать. Тоже неплохо настрелял, но он был потерян. Смотри, как хорошо работают снайпера. И ты знаешь, вот сейчас как хорошо у нас с хорошим составом воюют. И Дезмон, и Магиканин, и все получается пока у ребят. Хорош. Чтобы вы понимали, ребята, в отряде, скажем, классического немца 4 человека в гренадерах. Делая удачный залп, снайперы отнимают... Два отряда снайперов отнимают двоих. Остается половина. И у тебя выбор такой, либо рисковать оставаться на поле боя, либо уже приходится отступать. Но в большинстве случаев отступают. Ну, неприятно, конечно, да, был очередной потерянный бой с гренадеров у нас отряда. И вы знаете, как прожимает у нас команда Вавидай. По-моему, реабилитировалась команда. 135 очков, правда, у нее остаются. Я хочу сказать, что у союзников все хорошо. У них вроде как и ПТОшечка есть спрятана, и пулеметик стоит, и все вроде как есть. Еще немножко мин попытались бы положить. Ну, так вот, ну, для вишенки, так сказать, на тортике, чтобы их просто так не фланговали. И у них все хорошо, а вот немцы вот как бы блобятся, пытаются. Ну, надеюсь, 120-й миномет с залпа не снесет им половину этого блоба. Ну, хорошо здесь. На работе у нас гренадеры. Все нормально. Опасно, опасно. Здесь гренадеров нужно уводить, потому что очень сильно заснакано. Есть сейчас одна подствольная граната, и... Пиши пропало, да. Захватили ресурсы. Снайперов погнали, снайперам пришлось убегать. Здесь лучше не рисковать лишний раз, лучше перебздить, чем недобздить. А хотя снайперов это просто катастрофа, столько лички. Ну да, и основная задумка, вообще вся стратегия на них держится. Вольфрамен почти достроился у Бартона. Да, действительно, Вольфрамен на заказе, на половине уже, да, почти достраивается. А что противопоставить могут Светы? Я вот сейчас пока не вижу. У них есть две ПТО, да. Но чем бороться с Вольфраменом? Терпеть? Да, терпеть. Ну, Т-34-85 уже почти у Дезмона готовы. То есть буквально чуть-чуть он заработает десятое очко, и... Да, да, ты прав. И оно поправит. Топлива хватает, лички практически хватает. Это хороший ответ будет. Шикарный, да, Вольфрамен, здесь много Блоба против ЗИСа. Ой, ЗИС не потерять. ЗИС не потерять. Ни в коем случае сейчас нельзя отделять ЗИС, потому что... А уходить-то некуда. Ой, ой, ой. Упор через атаку сделал выстрел, но... Не судьба. Распиливать будут? Да, распиливают этот ЗИС. Ни в коем случае нельзя этого делать. Не давать им, ну, видимо, допилят. Очень быстро. Вот считаю это несправедливым. Распилка техники происходит через техники. Ну, очень быстро происходит. Ой, 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 да, и здесь не допилили. Просто смотри, как... Ай-яй-яй-яй, у кого-то очко жим-жим, и смотри, как Вай видать... Ну, это правильно. Был шанс потерять отряд. Лучше пусть он, конечно, отступит. Ну, я прекрасно понимаю, что распиленный ЗИС это и топливо, и минус определенный отряд у Советского Союза. Ну, блин, потерять дорогущий немецкий отряд. Тем временем, Советы переломили свою сторону. Звездочка на их стороне, преимущество по звездам. Да, действительно, смотри, и центр взяли, и верх взяли, и еще, смотри, укрепляется потихонечку магиканин. То есть, составил один отряд. Немцев. Сейчас все зависит от Вольфрамена. Вот посмотрим, как он удачно-неудачно попадет. Ребята, вы тоже должны понимать, от Вольфрамена выстрел Вольфрамена это тоже определенная доля удачи. То есть, он может накрыть, не убить, грубо говоря, отряды, и переломить, так сказать, в вашу сторону, а может просто не попасть. Такое случается. Вы можете просто отметить немного неправильную позицию. Смотрим на залп. Нет, все. По 120, там уцелился, но не попал. Не попал? А здесь Брумбард, да как заходит. Ух ты, это хороший ответ. Это действительно хороший ответ против гвардейцев. Даже с учетом, что у них есть ПТРС, и, по идее, вот эта штучка с пехотой отлично справляется. Хороший залп, но здесь хорошие позиции стоят у нас гвардейцы. Граната. Ой-ой-ой, проблемы нет. Т-34-85 на центре карты. Вот какие красивые белые Т-34-85, а здесь нет, вот у нас был потерян отряд. Т-120-мм гренадеры поработали, а здесь еще и позицию работают гвардейцы. А я бы, наверное, через суицид пытался бы забрать этот 120-й. Когда немецкие пехотинцы стреляют из 120-го, это, ох, создает определенные проблемы. Ну и как Т-34-85, то у нас работает просто жесть. Просто невероятно. Просто невероятно. Т-34-85, пробили чуть-чуть броня, Ягод Панзер-4, Ягод Панзер-4, бак подтягивается. Есть пока чем встретить советскую технику. Зажимают у немцев? Зажимают? Потихонечку-то, да, посмотри. Сейчас мы включим стратегическую карту и посмотрите, все три точки у нас за союзниками. О, Аркадий Райкин поехал, посмотрим, удастся он или нет. Т-34-85, ты куда-то в атаку поехали. Куда вы? Куда вы, друзья? Нет, 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 здесь опасно еще по чужой территории ездят и не дай бог там как-то минус. Главное орудие уничтожено, но выживает, выживает, а Т-34-ка. Господи, я уже подумал, они в аркаду пошли играть. Ну ты знаешь, с другой стороны разменяют, допустим, 1-3-4-85 на Уфрамен, это было бы, конечно... Да, это было бы просто шикарно. Они, кстати, видимо, так и на удачу и заезжали, в надежде убить его. Нет, хорошим, под хорошим прикрытием. Жесть, посмотри, гвардейцы-то находят. Нет, здесь Барбарис промахивается. Не поймал, причем, смотри, он двумя, двумя... Двумя, да, это прям... Слушай, ну круто. Ну просто, ребята, сегодня праздник Гоха. Сегодня просто можете, можете, менты сейчас к вам приедут, почему вы так кричите и болеете. Вы скажете, иди сюда, я тебе сейчас покажу, какой там футбол. Залпы с рамы, о, господи! Эй, ты посмотри, как надрылый минус снайпер. Шесть килов всего, но, блин, выглядело это прям эпично, что он сейчас все заберет. Результативно, очень действительно, выстрелил. Гвардей. Ее не надо, ну зачем стоять-то? Не до контроля, он не до контроля, он отступает. Интересно, убежит или нет? Да, слишком медленно выстрел происходит. У Брумбара убежит. Треста три очка, 135 очков не отдают. Советский Союз не отдаёт радио в территорию. Меньше трехсот скидывает у нас команда Вай Ви Дай, команду Полн Коненте Спейс. Если честно, вот сейчас немцы, например, одним отрядом гвардейцев пошли в Аркадия Райкина пытаться забелить хотя бы точечку. По-моему, это ошибка. Вот такие вот нувы, когда вы идете, а вам в спину стреляют Советский Союз, это называется отдача. Вы просто отдаёте. Ну, там на самом деле Магиканин приберёг сюрприз в виде отряда гвардейцев. То есть он гвардейцев даже не тратил на поле боя, оставил их в засаде для того, чтобы они охраняли, так сказать, патрулировали такие часовые верхние точки. То есть всё правильно делает Магиканин. Уже даже по лимиту немножечко просчитывает, то есть что где-то там оставить, что где-то не там. И в целом, ну, то есть хорошую игру показывает Магиканин. Дезмон пока у нас... Какой огромный блок у Магиканина снизу идёт. Прям просто армия. Да, вот это выход, ребят, серьёзный. А тем временем у нас ещё и Т-34-85 отремонтировались у Дезмона. Смотри, сколько мин поставили советские игроки. То есть сюрприз сейчас-то лучшее оружие. Зиска от Магиканина. Магиканин пошёл ещё у нас отжимать точку справа. Немцы берут центральную. Да, ну и вот, наконец-то... Очки будут пахать. Господи, вот такое было просто. Советских юм-воин и просто целая армия. Приятно, смотри, прям аж... Хочу сказать, что там немецкий пулемёт. Захваченный, строфейный. Надо убить сковороду, пишет чатик. Ну надо, да. Поквитаться за прошлую игру, да. А здесь Прумбартера можно догнать. Надо до конца их, это 34-85. А здесь уже не надо ничего бояться. Надо просто до конца ехать. Кренадёра есть, кого встретить. Это 34-85. Сейчас подзабанность по броне. Да, посмотри, на Кашетке. На Кашетке до конца мы просто бороться. Ещё и метку бросили. У нас надо Брумбара сейчас будет забрать. Ещё один выставил. И будет липортить Брумбар. Сейчас опостойпану на загрузок. У нас ещё и под огнём. Подогнём сейчас ерунскорода. Да, хорошо. А сейчас закрутите сковороду-то можно? Сковороду сейчас посмотри. Ещё и метку на сковороду бросают. И в Кашетке, ну просто что-то. Саворота, я уверен, она будет потеряна. Будет потеряна. У нас ещё минус 1, до 34-85. И ещё минус сковорода. Ну, будет липортить. У нас последний выстрел. И просто до конца надо её преодолеть. Думаю, я думаю, я пьяну. И думаю, она будет потеряна. Прям молодец. Дезман у нас ходит. Просто молодчина. Дезман ещё и смотрим. Скуля. Офигенный заезд. Это 3-85. Да, тем временем Магиганин подтягивается из войска. Сейчас просто не надо нажимать на противника. Это как следует. Сейчас просто у нас угренадёров вместе с Максимом, Мизисом и Барбарисами. И посмотрим, что он делает. Понятно, что Магиганин какой сумасшедший делал. Он просто сошёл в противник. Снули. Просто смули. Ой, какой-то цунами, ребята. Это настоящая советская цунами. И это реально стихийное бедствие. Сейчас для команды Польша может в космос, потому что Польша вообще всё потеряла. У Польши огромные проблемы. Мне кажется, Польша сейчас реально на дезморале... Цунамище просто. Ну, как ещё дозвать эту атаку? Это было круто. И как Магиганин вовремя подошёл. Это просто жесть. Ну, сейчас осталось, ребята, сдержать. Такие потери немцев очень трудно переживать. Ну, блин. Мне кажется, уже всё на стороне советов. Сейчас надо просто не отдать, дожать уже, победить. Ребята, эта игра вот получилась в одной атаке. Получается, то есть просто за одну атаку потеряли немцев. Всё, что у них было, у них было действительно хорошее преимущество. Залп Польша Рамана. Папка появился. ИСУ-152 приехал. Я думаю, поскольку у немцев нет сковородки, это начало конца. И посмотри, если сейчас застакуются, ну, как бы выстрелили. Слушай, если бы он сейчас попал вот в эту кучу, он реально бы всех вообще убил. Это было бы просто... Это реально... Это на мувик момент был бы... Бронепойные, видимо, стояли. А, нет, вновь фугасы стоят. Фугасы, конечно, да? Ну, чё, против техники воевать? Да, технику-то уничтожили всю. Сковорода потеряна. Брумбар потерян. Теперь та пехота... Ну, что, ребят, Пантера у нас заказана у Турбосквел. Игрока Бартон не вызывает у нас никакие технологии. Ему осталось вызвать так называемые Т4 технологии. У Бартона у нас поставлен Т1, Т2. Ну, или Т2, Т3. Кому как удобнее будет, ребят. Хочу обратить ваше внимание, ребят, что вначале немцы держали преимущество. И что получилось в итоге? Форчун, форчун, hello. Чек, мюзик, аут. Где, где чек? Где чек? Ох, залп по пули и просто залп отряд. Шикарно, ребят. Уже даже в Аркадии Аранькины с советами не стесняются играть. Ещё один залп, ещё минус отряд. Вот это просто снайперский минометр. Папа может, папа может, всё, что угодно. Ещё 34-85-й приехали. Всё, это уже начало конца. Это просто жесть, ребят. Три танка, это 34-85, доминирование. Ну, нет, есть ещё у нас Бантера. И ещё одна сковорода. Ещё один Ягдпанзер-4. Ещё один Ягдпанзер. Залп ульфрамена. Это уже агония. 14 киллов у него в общей сложности. Да, ну, 129, ребят. Игра-то продолжается. 126 скидывают. Наконец-то у нас команд 2. Видай, против. О, и Пантера поехала в последнюю атаку. Куда ты? Её рулём Адольф Гитлер сам лично сидит явно. По пулю забрали. Молодцы. Но сейчас это потеряно будет по теме Пантера. И как справляться с этими 34-85-ми, это просто нечем. Да, Десмон у нас действительно молодец. Добивает Пантеру. У немцев вообще нет ничего, ребят. Да, по лимиту 21 на 31 против 91 из 38. Для 1 надо стрелять сейчас без окна Battle Group Headquarters, так называемый. Это просто жесть. Хорошую игру очень показали, советы. Прям переломили их, вроде давили, давили. У них было всё плохо, но в итоге снайперы оправдались более чем. 31 килл у одного снайпера. Ну, других потерянных мы не успевали. И ГГ пишут товарищи. Немцы сдаются. Это просто, ребята, шикарная игра. Это просто. Хороший заезд показали. Это невероятно было. И этот цунами, они как пошли такие. Ура! Такие, ура! За Родину! Вот это, ребята, жесткач. Даже, так сказать, в проигрышной ситуации, когда вы, как бы, проигрываете, немцы вроде заняли позицию. Вот, ребята скопились, построили всё, что надо и додавили немцев. Додавили. Просто невероятная игра, ребят. Просто что творится. Ну, и давайте, конечно, запишем сразу же с вами, ребята, результаты. Команда, увай видай, берёт второе очко. То есть, вторую игру 2 на 2 они берут. И... Так, сейчас мы вот так вот сделаем. Пока мы вводим результаты, ребята, не забывайте подписываться. Давайте нажимаем кнопочку «Подписаться». Здесь постоянно стримят кох. Если вам нравится то, что вы видите и хотите увидеть это в дальнейшем, подписывайтесь. Подписывайтесь, да, ребят. У нас ещё будет новый канал, наверное, когда просто меня не будет, чтобы и Лайс, и... Ну, без меня могли спокойно эту игру стримить. То есть, ну, то есть, я думаю, вы все понимаете, зачем это нужно. Потому что мне нужно иногда просто отдыхать, ребят. Я обещаю реже пропускать трансляции. Вот. Так, Дезмон и Мохикон. Ну что, скажи, пожалуйста, как ты вообще надеялся, что команда вай видай выиграет после начала игры? Если честно, я думал, немцы продержат. Продержат. Вот, честно, если посмотреть правде в глаза, я думал, немцы выдержат. Я думал, они построят ещё несколько пулемётов, укрепятся. Всё как, ну, как поучебнее. Но нет, нет, советы построили снайперов, советы построили 120-е миномёты. И потихонечку, планомерно выдавили. Как минимум, вот, было несколько моментов, когда немцы могли укреплять своё преимущество. Выбитые миномёты можно было поднимать. То есть, Зиску всё-таки, может быть, стоило попробовать дораспилить. Ну, вот такие микро-моменты, ребята. То есть, вот представьте, что у немцев, вот в этой обороне, у них была возможность захватить 120-й миномёт. Захватили бы они этот 120-й, когда... Да, уж, слушай. Они подстрелялись. Напомню, ту же ситуацию перед этим, когда убили обычный миномёт. Если бы они его тоже захватили. Напомню тебе, что гвардейцы, когда захватили, подобрали, так сказать, свой потерянный миномёт. Этот миномёт первым же залпом, первым убил 7 человек. Да, там действительно доля, как это правильно, доля такая, ну, довольно-таки серьёзная, рандома и... Ну, там нельзя сказать, что это прям тоже рандом был. Он шёл таким прям блобиком, плотно-плотно прижавшись друг к другу, шёл, как будто через атаку двигал юниты. Ну, неудивительно, что если миномёт в тебя стреляет, он может попасть. Он попал. Рэйвенор, ребят, нас сегодня тоже поддерживает на целых 7 рублей. Очень, ну, спасибо большое, Рэйвенор. Приятно, приятно, ребят, что поддерживаете нас. Так, сейчас внесём сразу же Рэйвенор у нас в список. Так, сейчас, секундочку, ребят. Ну, и напоминаю, ребят, что, конечно, приятно, приятно ваше активное участие, ваше активное финансовое участие в нашей лиге. Очень, очень, ребят, приятно. Мы действительно старались сделать вот прям, извините, только студия не получилась. К сожалению, у нас, потому что закрылся, закрылся у нас так называемый Московский Сайберстадиум, Московский Киберспортивный Стадион. И студии у нас не получилось. То есть мы изначально планировали из профессиональной студии делать все наши трансляции. Даже уже всё подготовили. И я там уже все мозги, короче, проел. Говорю, нет, будет вот так вот, вот эти столы сюда, это вот, это сюда. Я говорю, я сам всё перенесу, не надо мне помогать. И вебку мы так сделаем, короче, и всё. Я, короче, там уже такой руководитель, типа, эх, я всё сделаю, чтобы лучше, чем у Старладер ТВ было. Вот. И даже телевизор мы большой хотели перенести, короче, специально, чтобы там сзади была у нас такая Лига Героев. Там такая заставка. Ну, короче, вам реально понравилось, ребят. Что будет сейчас, с 1 августа, я не знаю. Но обещаю, ребят, что если 1 августа откроется, я прям долбиться буду. Говорю, эй, открывай. Вот, а то ведь хочется людям качественный контент. Ещё донатик. Ой, ещё Ревенор у нас сразу же 50 рублей добавляет. Слушайте, ну, спасибо, Ревенор. А мы теперь Ревенор запишем. 57. Ещё, товарищ, давай мы определимся. У нас сейчас же будет ещё одна игра, ребята. Вы далеко не расходитесь, не подумайте, что на этом всё. Впереди у нас, я же правильно понял, ещё одна, 14 лет. Нет, ещё много игр. Может быть, даже все. Вот, может быть, даже все. Вот, поэтому, как-то так. Ну что, ребята, здесь сюда, здесь сюда. И здесь вот так вот делаем. Всё, вроде я всех, ребят, записал. Сейчас я ещё кошельки, ребят, посмотрю. Буквально, минуточку. Так, так, здесь у нас ничего нету. И у нас ещё... Да, нет, всё. Остальные кошельки у нас, ребят, пустые. Хочется спросить Сергея, проверить PayPal. Вот, вот такие дела. Маза, пощади, я спать хочу, чебурек. Хорошо, хорошо. Ну, если вы просите вас пощадить, тогда давайте буквально... Буквально, ребят, одну композицию. Три минутки перерыв. И мы сразу же ворвёмся в следующую игру. Одна, буквально, ребят, композиция. Чуть-чуть дух перевести. И Джофф играет. Бабрич, сегодня команда Вави Дай. Команды Спарта сегодня нет в другой команде. Да, Джофф-то играет, это естественно. Ребят, ради вас только три минуты, одна песенка. Поставлю сегодня нашу любимую, нашу заглавную тему. Ну, а тебе я, в общем, как ты сам понимаешь, перезвоню. Перезвоню. Давай, давай. Три минуты, ребята. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok